Всем привет! Сегодня 3 декабря, пятница. У меня сегодня профессиональный праздник. Такой хороший день. Пятница. Профессиональный праздник. Наверное, что-то будет. Сегодня праздник, у девчат. Сегодня будут танцы. Нет, ну, вообще-то я не знаю. Друзья могут сделать даже сюрприз. Молчат. Все молчат. Как только вечер наступает. Сейчас я зайду до мамы. А потом пойду домой. Привет. Чего ты хлеб покупала сегодня? Твои две буки. Ну, я на все три дня. У меня еще есть. Не приходила в Лена? Нет. А, наверное, только... А, это что такое за... Оу. Это что такое у тебя? Мама. Я первый раз такое вижу. Нет, ну, просто, как бы, скоро это... Надо будет и П оформлять, что ли. И П скоро будешь уже оформлять. Я свое. Ты ни томат не берете. Ничего. Я свое буду выносить скоро. Или выливать мусор. Кстати, о мусоре. Кстати, неужели нельзя как-то? Может, с мотворинами как-то? Что? Как он на... Ну, Кириллу по отвезти как-то. Нет. Кирилл далеко живет. Лешка совсем с другой стороны заезжает. Кирилл живет... Можно сказать, ближе к западному обходу. А Леша с восточной. Через весь город надо опереться. А Кирюшу заставить приехать куда-нибудь. Это очень тяжело. Ну, надо же полной стоит. Надо это. Не домой просто взять пару баллон... А они в трехлитровых вон баллонах. Надо поставить вот в трехлитровых. Надо закатывать в поменьше банках. А ну, потом так как-то это... Привыкли. Сейчас-то уже не так едят. Да и семья поменьше стала. А не в том дело. Ты же Кириллу все отвозил. Я ему сегодня звонил. Я ему сегодня сказала. Сынок, говорю, может, это... Приедете к Новому году. Да, мама, ты шо, даже и не. Так что поэтому я не знаю. Ну, может, как-то с кем-то. Я с Женей разговаривала. Я с Женей, если поедут, скажут. Они прямо через дорогу живут. Ну, малой живет. Ну, вот. Ну, вот. Я вперед ему сказала, говорю, это... Ой, Женя, я не знаю. Ну, я говорю, пускай попозже. Это, думаю, к Новому году может будет брать. Там и крат, поклажан. Ну, и все вкусно. Все хорошее. Кто не закатывает? Огурцы. И в таком расходе. Реклама. Это не реклама, товарищи. Это не реклама. Что, пришла я домой. Еще не успела раздеться. Мой любимый стул. Юля, привет. Пришла я домой. Не успела раздеться. Звонок в телефон. Ленка, с праздником. Там, ну, естественно, жди в гости. Боливар мы скоро не выдержат. Я не знаю, что здесь делать. Это просто жесть какая-то. Праздники заканчивайте. Впереди Новый год. Знаете, я вам что хочу сказать. Я не столько, допустим, устаю, там, пить чай в компании. Как уже устаю морально просто. Когда большая толпа, вот такое вот. Много народу. Но у меня очень много друзей, поэтому я их никого не могу обидеть. Я не имею просто на это право, потому что меня тоже никто никогда не обижает. Я могу в любое время дня и ночи позвонить. Плохо мне. Разделить горе. Разделить горе, разделить радость. Поэтому я всегда дружбой очень дорожу. Особенно такой дружбой, когда горе и радости. И я просто беру себя в руки и встречаю гостей. Взяла мамы 20 штук яиц. Домашнюю. И картошку. Я не знаю, что хлеба купила для булочки. Я не знаю, что я буду готовить. У меня там есть еще кабачок. В той пятнице он лежит. Я его, наверное, потру. Сделаю оладушки. Да, сделаю оладушки. А картошку я, скорее всего, не запеку. А пожарю в духовке. Со сливочным маслом. В конце добавлю сметанки. Ну, посмотрю, у меня там есть сыр. Ну, я не хочу, наверное, сыром это все портить. Нет, наверное, не хочу. Ну, естественно, они не с пустыми руками придут. Сейчас я заранее почищу картошку. Чтобы... Ну, чтобы у меня было все готово. Потому что они придут часов, наверное, к часам к пяти. Сейчас уже почти час дня. У меня еще, кроме этого, уже дела есть. Поэтому мне надо кое-какие дела сделать. Вот. Хочу поздравить тоже всех с профессиональным праздником. Я так и не сказала, с каким. Сегодня день юриста в России. Поэтому, уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с праздником, карьерного успеха, побед. Побед. Везде побед. Ну, и, естественно, здоровья. О, боже мой. Здоровья. Счастья. Семейного счастья. Благополучия. Личной жизни несемейным. Ну, и начинающим юристам. Чтобы равнялись на старшее поколение. Потому что мы, старшее поколение, специалисты. Ни бакалавры там, ничего. Не обучались на дистанционном обучении. Особенно первое образование, когда получали. Все учили. Все писали. Все сдавали сами. Сейчас онлайн сдал и свободен. Молодец. Хотя, хотя, уважаемые начинающие юристы. Очень-очень. То, что вы там в теории изучили, это все ерунда. Практика. Это, наверное, 90% вашего знания. Вас учит применять закон. Применять и правильно его трактовать. Правильно его понимать. Потому что, допустим, спрашивает у меня тот же там. Ну, просто мой знакомый спрашивает. Он, допустим, там, я не знаю. Инженер, пускай, да, будет. Ну, у него инженерская какая-нибудь. Инженерная какая-нибудь. Даже не должность, а образование. Вот я прочитал, там вот так вот написано. Вот он смотрит просто с другой, с технаря со своего, на эти правила, законы. Так что, а юристы смотрят уже с другой точки зрения. Они трактуют. Для них запятая имеет очень большое значение. Мои коллеги это знают. Так что, молодежь, практика, практика и только практика. Ну, все, буду чистить. Потом дальше вам, конечно, покажу, что получится. Не знаю, если гости придут пораньше. Если что-то. Вот в прошлый раз обещали 5 прийти. Пришли к 8 часам. Мы уже просто, мы уже чай с тортиками пили. Вот. Так что, ну, чтобы поздно ролика не было, я как бы посмотрим. Поехали дальше. В общем, думала и думала, поздно включилась. Что готовить? Что готовить? Блин, готовить. Просто ведь посидеть, пообщаться. Просто поужинать. В общем, нашла я у себя лаваш в холодильнике. Дня 3, наверное, уже он лежит просто у меня. Я его нарезала мелкими кусочками. Короче, где-то в ТикТоке видео. Нарезала мелкими кусочками. Осталось у меня мясо от цыпленка, которого я когда-то 3 дня назад нажарила. Вот оно у меня все осталось. Дети поели, белое мясо оставили. Немножко ножки. Здесь у меня, вот здесь, молоко и чесночный соус. Соусы я использую для приготовления. Три яйца. Я не варю макароны, бантики. Вот это я, короче, сейчас все посолить не забуду. Наверное. Вот это я сейчас все смешаю. Это у нас будет как заливка вот сюда. Вот это я сюда залью, а сверху уже я покладу мясо, ну, либо руками порву, либо порежу, посмотрю. И у меня есть сыр. Лук ложить не буду, потому что это запеканка, но она же будет в жидкости готовиться как бы, да? Я не люблю вареный лук. Он будет не жареный, а вареный не люблю. Я почему это начала снимать? Вспомнила, что когда я приду на работу и буду рассказывать, что я готовила вот такую штуку, которая называется, я его слепила из того, что было, мне будет куча вопросов. А как? А что? Вот здесь чесночный соус. Блин, да. Секунду сейчас. Простите, выключайте это, на паузу не захотелось ставить. Ульяне варю макароны, бантики. Она такой есть не будет. А гостям подам, красиво. Сыром сверху. Будет хорошо. Посолить не забыть. Чуть-чуть, потому что, немного посолить, потому что адыгейская соль. Потому что это, ну, соус-то у нас соленый как бы, поэтому немножечко. Сначала заливаем лаваш, заливаем заливочкой, потом сверху складываем мясо и сверху посыпаем сыром 15 минут в духовке. Я сейчас просто все приготовлю, у меня еще есть время, поставлю, ну, и где-то попозже чуть-чуть поставлю в духовку. Это называется, когда вас нечаянно нагрянули гости. Кабачок, вот я потру, сделаю картошку я буду жарить в духовке. Как я буду жарить? Да, не запекать. Почему жарить? Потому что я буду перемешивать. То есть запекать, то есть поставил, запек и все. А я буду ее перемешивать. То есть она будет типа как на сковороде, но только она будет в духовке. Вообще я в духовке люблю все готовить. Поставил и ни клятый, ни мятый, все, она там чистенько у тебя, все готовится. В общем, вот такие пироги. Ну, не знаю, что еще. Это вот я на ходу придумываю, просто на ходу. Заглянула в холодильник, открываю, смотрю, у меня есть сыр. Смотрю, у меня лежит лаваш. Покупала, хотела что-то сделать, но ничего не сделала с него. Так лаваш пойдет. Открываю, смотрю, белое мясо не будут есть. Я сейчас запекаю. И все, и будет чудесненько. Приятного аппетита. Ой, ну мой главный помощник пришел. Здравствуйте, юристы тут живут. Праздничком. Подарочки. Вы посевать бы, чеколядовать. Все с Ромбом. В общем, короче, в чем дело. Позвонили еще пара гостей. Я вот увидела кукурузу у меня стоит, еще решила салат сделать. Позвонили еще пару гостей и сказали, что мы тоже придем. Еще пару юристов. Да, еще пару юристов. Я так смеюсь, говорю, сейчас три юриста, как сцепимся друг с другом, блин. Как сцепимся друг с другом, блин. Главное же не подраться. Решим вопрос. Ой, в общем, короче, вот так вот. Сегодня будет очень много людей. Я не знаю, наверное, это первый день юриста. У меня такой огромный. Почему-то все в этот момент... Наверное, потому что я не знаю. Потому что возраст, что ли, уже такой. Потому что это... Не знаю. Ну, у меня на голове, черте что, запеканку я уже приготовила. Вот она какая получилась. Вот она получилась. Где тут камеру? Не могу ее навести. Вот она. Это сыр запекся так хорошо. Не знаю на вкус. Вообще понятия не могу. Понятия не могу понять. Не имею, что будет на вкус. Но что-нибудь будет. У меня друзья неприхотливые. Поэтому все, что поставят на стол, все съедим. Режем? Ой, режем. Я уже из последних сил. Сейчас стол перенесем в зал. Хотели садиться на кухне. Но опять не получается. В общем, жесть. Ну, я очень рада. Я так рада. Это вообще такой... Как сказать? Таким вниманием к себе. Таким просто... И все так спонтанно. Я же говорю. У меня вон Танюха кричит. Бери в магазин. Покупай пельмени. Чем кормить будем? Я говорю. Да ладно, найдем. Чем берем? Говорю. Баллон огурцов с помидорами. Я картошки нажарила. Картошка жарится вон в духовке. Вон она там. Я ее чуть накрыла. Говорю. Найдем. Чего? Покормим. Сейчас подножный корм. Вообще. Всем желаю такого. Всем желаю таких друзей. Таких. Блин. Ну вообще. Я такая довольная. Если честно. Просто. Так. В общем. Стол мы накрыли. Таня тут делает последние штрихи. Что нам сегодня послал? Бог. Да. На день юриста. Кетчуп. Домашний. Салатик. Имбирь. Селедочка. Помидорчики. Это. Вот. Забыла. Катеряй. Называется. Это оладушки с кабачками. Помидорчики. Грибочки. Обалденные. Наверное. В общем. Я хочу сказать. Все у нас домашнее. Абсолютно домашнее. И. Конечно. Как вы все уже знаете. У меня запеканка и картошка пожарилась в духовочке. Это будет у нас на горячее. Таня. Что ты там еще не доложила? Мне не нравится. Вот. Видите. Вот это бесполезно. Вот это все бесполезно. Делать. Потому что она все равно сама все переставит. Я только камеру отвернула. Таким всем. За стол. Я не могу. Ой. Вы бы это видели. Чух. Из-за углов повылетали. Они сниматься не хотят. Юристы-то люди целомудренные. Мы такие. Ой. Ну что хочу сказать. Еще раз. С днем юриста всех. Так хорошо выпало на пятницу. Я даже кстати про него сегодня утром забыла. Если бы меня друзья не начали поздравлять. Не напомнили бы мне об этом. Всех юристов. Всем побед. Обязательно везде. Ну все. Всем пока. Дальше. Даже не 18+. А 21+. А такой кнопки на ютубе нету. Все. Всем пока.